Братья и сёстры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. С именем Аллаха, милостивого, милосердного, хвала ему Господу миров, мир и благословение пророку Мухаммаду и его семье из-подвижника. Я говорю, бог! В целях вод dürfen пророку Мухаммаду и его рабы. Аллах, у dong коотеку и сии. И сказал Всевышний Правдив великий Аллах Мои дорогие братья и сестры, ассаляму алейкуму, рахматуллах и обаракату Приятно к вам приехать в Ньюпорт, сестры, пожалуйста, тоже послушайте Вы создаете шум, люди пришли послушать, пожалуйста, уважайте их И дети должны быть при родителях, а то если дети бегать будут, родителям придется их ловить Это будет мешать людям слушать лекцию, лекция не будет слишком долгой Тема у нас сегодня такая Оживить мое мертвое сердце Если хотите понять, что такое мертвое сердце Рассмотрите это на примере физических болезней Вот смотрите, например, у человека случился сердечный приступ И рассмотрев его жизнь, как он жил до приступа Чтобы проследить путь, что его привело к сердечному приступу Доктор человеку скажет, вам бы беречь над здоровьем С пищеварением у вас не все ладно Я смотрю, у вас тут машала Любят закуски Напитки сладкие тоже Но дети вообще любят их любимая еда Это курица и чипсы Доктор вам скажет, у вас сосуды забиты Из-за того, что ты ел Жирную еду Еду, в которой много масла, холестерина Тебе повезло, что ты выжил Лекарства тебе надо принимать сейчас Или даже операцию надо будет сделать И пациенту, чтобы жить, нужно изменить образ жизни И врач говорит человеку Надо перестать такую-то еду есть Надо начать больше ходить Упражнениям полчаса уделять Быстрой ходьбе Ряд рекомендаций врач пропишет человеку Перестань есть кебабы Перестань есть плов То есть человеку много чего нужно изменить Так же ведь? Вплоть до того, что если ему предложат Какой-нибудь там вкусный торт Торт это нормально Но если слишком много съешь Опять же плохо повлияет И теперь То же самое И в духовной сфере Друзья мои Многие люди не видят этого Например, если у кого-то из сидящих здесь Есть болезнь Которая внешне себя Никак не проявляет Допустим, биполярное расстройство При котором Активность мозга Временами очень сильная А временами очень медленная Иногда такой человек может быть настроен решительно Типа, да-да, я это сделаю, сделаю А потом вдруг снижается решительность И он говорит Не, не буду этого делать Не буду С той же силой, с которой был готов это сделать Теперь отказывается Но сразу это не видно Это может быть в голове у кого-то из сидящих здесь Проблема может быть очень серьезная Но у него же на лбу это не написано Если вы видите, что сейчас в мечеть вползет человек Вползет на четвереньках Вы сразу же скажете Брат, что с тобой? Поистине Аллаху принадлежим и к нему вернемся Для нас это будет очевидно А если зайдет брат с биполярным расстройством Мы не увидим, что оно у него есть То же самое, друзья мои У многих людей, которых мы прямо сейчас вот здесь видим Они, Маш, Аллах, выглядят здоровыми Но в то же самое время У многих людей, сидящих здесь Есть внутренняя духовная слабость У кого-то из сидящих здесь Душа, сердце Их, духовное сердце Очень тяжело поражено Пороками Грехами Сердце их забито ими А все потому, что они, даже будучи в исламе Вели нездоровую для души жизнь Скажем, крайние 7 лет Крайние 10 лет Крайние 20 лет Нездоровую жизнь вели Если у тебя здоровье барахлит К врачу пойдешь И он тебе скажет Из-за чего так Например, скажет Ты переедаешь Питаешься неправильно Не занимаешься Все это накапливалось И в итоге сердечный приступ То же самое, если ты пойдешь К высокодуховному имаму Шейху Он тебя проанализирует И скажет, например Душа у тебя почерствела от грехов У твоей души сердечный приступ А ты об этом даже не знаешь Что это значит Крайние 10 лет Этот брат Не читал намазы Или читал их время от времени За последние 10 лет Он был В неправильной Компании С теми дружил Кто отдалял его от ислама Последние 10 лет Этот больной Когда хотел Слушал музыку Смотрел порнографию на смартфоне Или другие видео С неприкрытыми телами женщин Гулял с кем хотел Сплетничал Или молча слушал Как сплетничают другие Врал людям Для него это было нормально Или же как-то унижал людей Словесно, например Жестоко относился к ним И для него это было нормально За последние 10 лет Этот брат Отношения имел С той девушкой С этой И он это считал нормальным Даже если не считал Все равно это грех За последние 10 лет Его глаза смотрели на все Что он хотел Уши слушали все Что он хотел И язык его тоже говорил Все, что хотел Так вот, мой брат Или сестра Если все это примерно про тебя То твое духовное сердце Почти мертво А ты этого даже не понимаешь И это проблема Если люди, которые Входят сюда Здоровыми выглядят Мы думаем Они здоровые Но очень многие люди Духовно По-настоящему больны А они этого Даже не знают Или они это знают Но другие этого не видят И это проблема Могут считать его хорошим Смотри, друг мой Как определить Что сердце заржавело От грехов Очень просто В Коране ясно сказано Как у себя это диагностировать Если у тебя сердце чистое Душа чистая То у нее будет Одна чувствительность А если у тебя сердце Духовно больное Чувствительность Уже будет другая По-другому оно будет реагировать Например, Аллах говорит в Коране Когда они слушают Коран Ты видишь, как слезы Катятся из их глаз Почему? Здесь даже Аллах Не только о мусульманах говорит Даже о христианах Во времена пророка Салаллаху алейхи вассалям Почему? Аллах говорит Они не высокомерные люди Гордыня забивает сердце Высокомерие портит душу И от зависти она черствеет Когда на запретной смотришь Душа черствеет Когда музыку слушаешь Тоже Если говоришь запретное Тоже сердце ржавеет Там духовная связь внутри И Аллах говорит Что не высокомерные люди Когда Коран слушают Плачут Почитайте, что Всевышний Аллах Говорит в суре Анфаль Сердца верующих При упоминании Аллаха Испытывают страх И когда им читают Аяты Корана Их вера усиливается И на их Господа Они уповают Вот у таких людей Сердце не забито В этом Коране я дал Напоминание для тех Кто слушает Коран С открытым сердцем У кого есть сердце? Если ты слушаешь Коран С открытым сердцем То Коран повлияет на тебя Вот есть люди На которых Коран не действует А есть люди На которых Коран действует Благотворно Когда аяты Корана Не спосылаются У некоторых людей Их ненависть К Корану Усиливается А у некоторых Увеличивается Их любовь К Корану Когда не спосылаются Аяты Братья и сестры Ставьте лайки Комментарии Оставляйте Подписывайтесь И на колокольчик Нажмите Чтобы новые ролики Не пропустить Что говорит Аллах? Что говорит Аллах? Когда не спосылается Какая-то сура Это добавляет Сомнение Поверх сомнения Тем Чьи сердца Поражены Недугом А когда не спосылается Коран И его слушает верующий Он говорит Аллах сказал истину Когда Коран Слушает верующий Он прислушивается Хочет слушать еще Проникается Друг мой Рассмотрим реальность Вот в мусульманской общине В нашей умме Пречисто Аллах И дня не проходит Вот вдумайтесь в это пожалуйста Не проходит И дня Без того Чтоб мы не открыли Определенную книгу Несколько раз в день Несколько В смысле Несчетное количество Тебе не сосчитать Сколько раз ты ее открываешь Я сказал книга Но называется она иначе Я сказал книга Чтоб вы задумались Но это что-то иное Что это за книга брать Фейсбук И еще есть Сестра фейсбука Ватсап Еще тетя фейсбука Инстаграм Папа фейсбука Или дедушка Твиттер И внучок фейсбука Снепчат И вся эта семейка Постоянно с нами Люди погрязли в соцсетях Вот знаете что расскажу Как-то одна сестра Говорит мне Мне говорит по ночам Спится тревожно Джина беспокоит Из-за этой сферы что-то Она Помощи у меня попросила Она даже ходила Чтоб ей руки прочитали Но не полностью исцелилась Ну я ей спрашиваю А сколько Корана в день Ты читаешь Она говорит Шейх Ну честно говоря Где-то 3-4 страницы в день И это хорошо для многих 3-4 страницы Я говорю А побольше можешь читать? Увеличить порцию Ежедневного чтения Корана Она говорит Ну шейх Трудно это мне То одно То другое У меня вот Работа Я говорю Ладно Понятно что работа С работой Говорит возвращаюсь За родителями Надо поухаживать Я говорю Конечно Естественно это важно Но все-таки можешь читать Побольше Корана Ежедневно Она мне говорит Не шейх Вот 3-4 страницы могу Я ей говорю Послушай У тебя ведь И дня не проходит Без того Чтоб ты Ватсапе Много времени провела И так каждый день На это же у тебя Времени хватает Если б ты с тем же Намерением К Корану подошла Чтоб ни дня не проходила Чтоб я не прочитала Вот такую-то порцию Корана Я вам скажу Братья и сестры С таким намерением И дня не будет у вас проходить Чтоб вы не прочли Свою порцию Корана Или вот зикр Поминание Аллаха А ведь это единственный способ Как сердце растопить Которое почернело от грехов Аллаха поминать Других способов Нет Только поминать Аллаха По-другому сердце не очистить Причем поминать надо Как следует Сосредоточено Вот например Врач скажет Человеку Тебе сердце лечить надо Без этого лечения Никак Так же если Духовное сердце У вас забито Лечится это Только поминанием Аллаха Нет зикра Тогда не исцелиться Наш пророк Салаллаху Алихи Асалям Сказал Для любой вещи Своё средство очищения То есть Разные средства Для разных вещей Если хотите Вымыть машину То нужно Использовать Правильное средство Не отбеливатель И туалет Вы не будете мыть Например Мылом Для него Как раз отбеливатель Доместас там Или ещё чего Для каждой вещи Правильное средство А то испортишь И пророк сказал Для сердца Это средство Чтобы очистить его От ржавчины Грехов И беспечности Пророк сказал Викруллах Поминание Аллаха Без него Ваше духовное сердце Не очистить И когда говоришь людям Поминайте Аллаха Делайте викр Они говорят Некогда Вот братья и сёстры Это большое преступление Люди ежедневно Заходят в соцсети Бесчётное число раз Не считают Сколько минут Сколько часов Не смотрят А когда им говоришь Делайте викр Поминайте Аллаха Читайте Коран Говоришь им делать Что-то духовное Им это некогда Я вам скажу В чём большая опасность Нет Бога Кроме Аллаха Я в поезде ехал Со своим шейхом Шейхом из Бангладеша Муфтием Фаруком Баруни Дай Бог ему здоровья И долгих лет жизни Скажите Амин Мы 4 часа говорили И тогда Он сказал мне кое-что Сказал очень глубокую вещь Я ему говорю Шейх Вот многие люди Собирают деньги На мечеть Если вы организовали Сборы на мечеть Многие сразу захотят Скинуться Если собираете На какие-то Срочные нужды По здоровью Люди сразу пожертвуют Я ему говорю А если пытаешься Собирать на образование То мало кто даёт Процентов 10 людей Которые могли бы дать И говорю Вот как бы людей Побудить Больше жертвовать На образование Он немного помолчал И говорит Когда вернёшься Скажи людям Скажи им Что если человек В странах третьего мира Голодающий Умрёт От голода Из-за недостаточного питания В странах третьего мира Если умрёт он Где еды нет Или где антисанитария Или где нету воды Но если он умрёт С иманом С верой Он попадёт Прямо в рай А если человек умрёт В развитом обществе В Англии В Америке В Канаде В Европе Если человек умрёт С полным желудком Но при этом Без имана Без веры Или если он умрёт В то время Как в душе было Что-то греховное Запретное То этот человек Может попасть в ад И вот это уже Меняет восприятие Чувствуете, да? В чём смысл? Вот скажем Такой пример Если кто-то умер Не совершив паломничества Хадж Что обычно делают? Делают хадж за него То есть кто-то из семьи Или ещё кто-то Совершает хадж От его имени А кто умер Не выплатив налог За кят Что делаем? Отдаём Этот за кят Из его имущества В соответствующее В соответствующее место Эти деньги Передаём Вот такая компенсация Он умер Он умер Но Аллах дал выход Тот, кто не постится Можно милостыню раздать В счёт тех дней Которые надо было поститься И надеяться, что Аллах примет Но Если кто-то умер С каким-то плохим качеством в душе С каким-то пороком Например, человек умер Имея в сердце Пристрастие Скажем К тому, чтобы побольше наслаждений От жизни брать То есть человек страстно любил этот мир А любовь к миру Это болезнь В этом случае Если даже мы знали Что человек был таким Мы всё равно Не сможем никак за него это искупить Никак ты не искупишь это Чтобы в вечном мире ему помочь Если кто-то умер Ещё с каким-то изъяном С любовью к деньгам С любовью к женщинам А ведь это то Что людей с ума сводит Вот видели людей Которые сахар любят Вот тут печеньки лежат, да? И вот люди есть Которые к ним пристрастие имеют Халва, пахлава Ещё там чё-нибудь Ферреры Роше Шоколадки Твиксы там всякие И так далее Допустим, на празднике Стол накрыли Некоторые один-два с трудом съедят А некоторые будут есть вот так Одну за другой У некоторых вообще терпения нет По две берут сразу Хоп Макнули Некоторые, но вот никак не могут наесться Даёшь им шоколадные пирожные съедают Даёшь им бисквитные пирожные Съедают и его Не контролируют уровень сахара И точно так же Некоторые люди не контролируют Свою любовь к деньгам Как только деньгами запахнет Ох, чё делается Только деньги И учуял ему без разницы Халяль, харам Без разницы Он халяль с харамом Перемешает и съест Вот занимаются же люди Разными финансовыми схемами И часто им вообще без разницы Халяль это или харам Вкладывают и вкладывают Делают и делают деньги Для многих То, что их бизнес Харам Без разницы Покаюсь потом А пока буду делать Всё, что хочу Это же так приятно Друг мой Делать такие вещи Это как Кредитная карта Покупай сейчас Плати потом Точно так же с грехами Если грешишь То как получается Ты говоришь Мне без разницы Я люблю деньги Надо жить сейчас Ну так вот Покупая это сейчас В будущем В вечной жизни Большую цену придётся заплатить А вот другие люди Нет силы и мощи Кроме как у Аллаха Они падкие На противоположный пол Многие мужчины Женщины Это не контролируют Большая страсть У них к этому Если перед таким мужчиной Женщина Он сразу Как к вошне Не контролирует себя Типа Ай Без разницы Просто хочу это получить И это тоже Болезнь сердца Некоторым Только дай доступ К вайфаю Они согрешат Вот я не понимаю Таких людей Субханаллах Пречисто Аллах Даже на женщине Женится не каждый Зато на вайфае Каждый Каждый женится На вайфае Молодые братья С бородой Жениться не хотят А без вайфая Жить не могут Им нужен вайфай Всё время С ним хотят быть Всё время А жена Не-не-не Потом 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 В 27 28 29 Ему родители Находят невесту За невестой Ему 21 22 А он отказывается Типа Нет-нет А всё почему Да не нужна она ему Потому что Она красивая Ислам хорошо соблюдает Всё остальное Так ведь нет И папа не понимает Почему А он-то знает почему Потому что он Не говорит ей Да Потому что у него Кош ведь есть Ну Как бы Рэйчел Понимаете Да Чатится Переписывается Вот это у него Из головы не выходит А когда ему Исполняется 30 Он такой Типа Ну всё Пора Остепениться Всё Женюсь Пап Я жениться хочу Да кому Ты нужен Теперь Лысенький Кого Ты в жены Возьмёшь Теперь Тебе 30 32 33 Трудно уже Вот молодёжь Не понимает Не понимает Если у вас Пристрастие К женщинам Или к мужчинам Пристрастие Если вы женщина У вас болезнь В сердце Контролируйте её А единственный способ Как это сделать Если у вас Халяль-жена Проблем нет А если Харамные отношения Вы губите себя И послушайте Вот что Скажу вам У некоторых Людей В сердце Живёт Страстное Желание Жить в этом мире Долгое время Это тоже болезнь сердца Многие не знают Ну то есть Понятно Все хотят жить Я вас к самоубийству Не призываю Просто задумайтесь Вот если вы планируете Жизнь На долгий период Проблем нет Машаллах Пусть Аллах Благословит Вашу жизнь Амин скажите Но если вы Хотите Жить Долго Но при этом Считаете Что вы не нуждаетесь В Аллахе У вас Серьёзная проблема Это болезнь сердца И Аллах об этом В Коране Говорит Вот вы Сидите здесь Верующие Если спрошу Хотите с Аллахом Встретиться Если скажете Ну уж Нет Если спрошу С Аллахом Хочешь встретиться Ой Пожалуйста А почему Не хочешь с Аллахом Встретиться Ну Иншаллах А почему А ты не готов Не обновляешь Покаяние Намазы пропускаешь Ты не готовишься К вечной жизни Не живёшь так Что можно в любой момент Аллаха встретить Это серьёзная проблема Проснись Друг мой У тебя сердце больное Душа засорена А ты не понимаешь этого И думаешь Что всё нормально Думаешь Это жизнь Однажды Ты ляжешь под землю Мой друг Однажды Тебя похоронят Тебя положат Под землю Я вот что скажу Если твоё сердце Хочет Долго Жить И не хочет Встречать Аллаха У тебя серьёзная проблема Почему Аллах говорит Разве не пришло время Время для верующих Чтобы Их сердца Смирились При поминании Аллаха Чтобы их сердца Прислушались Каятам Корана Который Аллах Ниспослал В Коране Разве не пришло Время Понять верующим Что вы Не должны быть Как люди Седова Седова С которым Было Дарова Написание Мирская жизнь Представилась им Длинной И сердца Их почерствели Они долго Жить хотели И сердца Их почерствели И многие Из них Начали Грешить Если Ты думаешь Что ты Пока не умрёшь Если думаешь Что не умрёшь Ни завтра Ни через неделю Ни через месяц Ни через год Ни через 10 20 лет И в то же время Ты не поминаешь Аллаха У тебя серьёзные Проблемы Друг мой Твоё сердце Привязано К этому миру Оно жаждет Долгой жизни Аллах говорит Каждый из них Желал бы прожить Тысячу лет Но живи он Хоть тысячу лет Это ничуть Не отдалит его От мучений В адском огне Когда он попадёт В вечную жизнь В чём суть Мой друг Если ты хочешь Прожить Долгую жизнь Без Аллаха Когда ты придёшь К Аллаху Это будет Твой худший Кошмар А если ты хочешь Прожить долгую жизнь Но при этом Ты знаешь И подчиняешься Аллаху То день твоей смерти Будет лучшим днём Для тебя В этом разница Верующий готов Умереть В любой момент В любой момент Верующий готов Встретить Ангела смерти Я читаю намазы Вовремя Обязательные поклонения Совершаю вовремя Я читаю Коран Я стараюсь Свой нрав исправить Как я себя веду Стараюсь Себя хорошо вести С людьми И с Аллахом Стараюсь Делать добро Чтобы в будущей жизни Попасть в рай Если ты готовишься Тогда мой друг День когда ты умрёшь Будет лучшим днём В твоей жизни Иншаллах Братья и сёстры Ставьте лайки Комментарии Оставляйте Подписывайтесь И на колокольчик Нажмите Чтобы новые ролики Не пропустить Но если сердце Твоё полно Любви к деньгам К женщинам Полно любви К комфорту Причисто Аллах Люди убивают Друг друга Заклочок земли Вот взять Бангладеш Человек Покупает Мноого Много Акров земли Допустим Твой дедушка Или отец То же самое Пакистанцы Приезжают в эту страну И покупают Мноого земли И в итоге В один прекрасный день Как получается Племянник Переезжает В его дом И живёт там Как у себя дома Вот папа возвращается И твой Двоюродный брат Племянник его Говорит Ты кто такой Это мой дом И начинается Документы подделывают Чтоб эту землю Как-то себе забрать И вот они Не понимают Ты рвёшься Получить просто Землю Почву Ту самую почву В которую Тебя закопают Нет Бога Кроме Аллаха За почву Грызёшься В ту самую В которую Тебя закопают На два метра Посланник Аллаха Сказал Что в судный день Человеку Который в земной жизни Присвоил Всего пять Чужой земли Этот кусок земли Будет примотан К его шее Этот человек Будет поднят Над семью небесами И Аллах Сбросит его Оттуда Когда я забор Ставил В 2010 Многие братья Это не понимают Это серьёзно В саду забор Ставил Когда строитель Сказал Предыдущий владелец Вашего дома Сдвинул забор На полметра На территорию соседа То есть В итоге У меня Полметра Чужой земли Я говорю Мой друг Быстро Всё это Исправь Забор Будешь ставить Верни эти Полметра Обратно Соседу И он так и сделал И спросил Почему Я говорю Потому что Не хочу Чтоб мне в судный день Кто-то Предъявлял За землю То есть О чём речь Братья и сёстры Страсть владеть Землёй Территорией Страсть к женщинам А у женщин Страсть к мужчинам Любовь к имуществу Это болезни сердца Вообще Любовь к этому миру Болезнь сердца Если ты Зарабатываешь Деньги Для своей семьи Если это Халяль Альхамдулиллах Да благословит Аллах Скажите Амин Ты за это Получаешь награду Потому что Следуешь Судне пророка Салаллаху алейхи Усалям Зарабатывать на жизнь Это сунна За это награда Но любить Эту жизнь Это болезнь души И это Ко многим Несчастьям Приводит В общем Друзья мои И очистить сердце Можно только Поминанием Аллаха И я хочу Чтобы вы поняли Что такое Настоящий викр Викр бывает Трех видов Первое Это викр Языка Когда язык Произносит Субханаллах А разум В это время Думает о стиральной машине Понимаете? Язык говорит Ля Иляха Илляллах А разум Думает О Надо бы Вот это Вот сделать Это Самый слабый Вид викра За это награда Но сердце Это не очищает Такой вид Поминания Аллаха Душу от черноты Не очищает Более сильный викр Это когда вы Думаете Об Аллахе А язык не шевелится Вот например Я читаю Намаз За имамом Он читает Суру Фатиха Я молчу Но я думаю Об Аллахе Я за это Много награды получаю Плюс Сердце очищается А наивысший викр Это когда И языком И разумом Поминаете Аллаха Это может быть Или чтение Корана Или намаз Или просто Викр делаете Когда разум твой Занят Только Аллахом И при этом Языком Произносишь Поминание Много награды Получаешь И сердце Сильно очищается Вот смотрите Братья и сестры Вы по многу В телефонах Сидите В соцсетях Переписываетесь Или телевизор Смотрите Много времени Люди на это тратят Помните Викр Поминание Аллаха Очень важная вещь Мусульманин Не должен ни дня проживать Без того Чтоб много делать Викр А иначе Душа забивается Чернеет А викр Ее очищает Я хочу Чтобы вы сейчас Поделали викр Вместе со мной Чтоб вы прочувствовали Не переживайте Это не будет Религиозным нововведением Мы же Не утверждаем Что это суна И не навязываем Давайте все вместе Братья и сестры Если вы со мной будете повторять То иншаллах Вы почувствуете пользу От этого То что мы один раз Так почитаем Ничего такого там нет Я же не призываю В обычаи это превратить Просто один раз Чтоб вы поняли Что такое викр Присоединяйтесь Раз Два Три Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И смотрите Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ролик за роликом Субтитры создавал DimaTorzok 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 Она говорит, три. Говорю, серьезно? Да, три. Я говорю, да и быть не может. Она говорит, нет, три. Я говорю, окей, нет проблем. В следующий раз я записал. Я не шпионил. И вот, значит. Она опять. Вот так. Я ей показываю. Говорю, вот посмотри на видео. Давай, пока ты смотришь на себя, на то, как делаешь поясной поклон. Скажи Субхан Робби Аль-Азим трижды. Она себя увидела на видео и такая. И тогда поняла. Трижды, если только вот так. Дочитываешь суру и говоришь. Это неправильно. Два раза говорить вне поясного поклона и один во время. А если читаешь намаз осознанно, напоминая Аллаха, это другое. С удовольствием делаешь поясные и земные поклоны. Из земного поклона вставать не хочешь. А если человек земной поклон делает без подключения сердца, не поминая Аллаха осознанно, будет так. Вот так будет. А кто от души намаз читает, скажет так. Как же прекрасен, великолепен Аллах, мой Господь высочайший. Я в земном поклоне, нижайший, а Господь высочайший. Субханна Рубби-яль-Арля. Каждое действие в намазе будет от души. Об Аллахе же думаешь. Понимаете? И все вот это. Намаз, чтение Корана, викр. Когда при этом об Аллахе думаете, осознанно напоминаете Аллаха, сердце начнет меняться. Любовь к мирскому уйдет. Уйдет жажда того, чтобы долго жить без поминания Аллаха. Любовь к грехам уйдет. Любовь к вещам уйдет. Будете их трогать, но любви к ним не будет. Уйдет она. И в этом весь смысл. Да воздаст вам Аллаха благом. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь. И на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Если поддерживаете связь с Аллахом, то получите и мирскую жизнь, и вечную. Аллах позаботится о ваших делах в этом мире. И вечно. И день, когда мы умрем, будет лучшим днем. День, когда ты к Аллаху вернешься, будет лучшим днем во всей жизни. Попадешь в вечную жизнь и почувствуешь себя как дома.